85-летие одного из самых известных авторов-исполнителей Советского Союза, поэта, театрального и киноактера Владимира Высоцкого, отметила на этой неделе его многомиллионная армия поклонников. Стихи и песни Высоцкого знают во всем мире, и в Якутии почитателей этого таланта также немало. О том, как в разных городах региона вспоминали артиста, расскажет Анна Пшеникова. Старые пластинки, книги, плакаты с календаря за 89-й год и даже диафильм с историей жизни Высоцкого, все эти сокровища и еще сотни других экспонатов составляют музей Неренгринца Дениса Плеева. Творчеством Владимира Семеновича Денис увлекся еще в школе, когда отец принес домой аудиокассету с песней о друге. Со временем записей становилось больше, а интерес к биографии и наследию Высоцкого все сильнее. Вырезок очень много, которые я и сам собирал, которые люди отдавали. Буквально совершенно чужой мне человек, да, позвонил из города Якутска, из нашей столицы. Значит, вот смотрите, много вырезок, даже есть пластинки, все, что связано с его творчеством, с его жизнью. Какие-то такие, значит, самоиздаты, вот тут видите, идут полностью, значит, с его стихами, с какими-то биографиями. Под музей Денис отвел целую комнату в квартире. Основой оформления стал красный кирпич, поклон театру на Таганке, где служил Высоцкий. 3 февраля 19-го музей открылся, и с тех пор люди приходят сюда постоянно. Я очень рад, чтобы они пришли и прикоснулись вот хотя бы в этой комнате, в этой атмосфере, прикоснулись вот к той истории, которая была в те годы, когда жил Владимир Семенович Высоцкий. Спустя полвека творчество Высоцкого не оставляет равнодушным никого, и Якутия не исключение. В прошлом году к наследию Владимира Семеновича обратился Алданский народный театр «Образ». В спектакль вошли песни, которые звучат остро и актуально даже сейчас. Он писал для народа, и оказалось, что одних артистов на сцене будет мало. В ноябре месяце состоялся спектакль под названием «Я люблю, и значит, я живу». Ну, первая часть была наша артистическая, а вторая часть этого спектакля была... Были приглашены наши алданские певцы, гитаристы, поклонники творчества Высоцкого. И вот вторая часть была очень жизненная. Когда выходили люди разных профессий, подходили к микрофону, читали стихи и пели его песни, исполняли на гитаре, это дорогого стоит. Среди талантливых бардов-шестидесятников Высоцкий занял особое место. Его наследие перешагнуло порог советской эпохи и уверенно вошло в новое тысячелетие. Песни Высоцкого до сих пор звучат и на больших сценах, и в маленьких квартирах, летом у костра и зимой в строительных вагончиках. Безусловно, является чем-то особенным, наверное, даже для всех. Почему? То он представитель, скажем так, того класса творческих людей, которые себя не берегут, работают на износ. Это тоже вызывает уважение. А услышал я его, наверное, в 98-м, по-настоящему он начал нравиться, начал интересовать. Просто они зазвучали как-то в доме, как второе рождение, скажем так. Ну и я где-то, может быть, продолжаю открывать посередине его. Сегодня Высоцкому 85. В памяти поклонников он навсегда остался молодым. Таким же будет и его творчество. Всегда новое, всегда откровение. И каждый слушатель снова и снова найдет в нем то, что предназначено только для него. Я дышу, и значит, я люблю. Я люблю. Анна Пшенникова, Григорий Охлопков, Татьяна Вахнина, Ирина Жданова, Якутск, Алдан, Нерингри.